История чая в Англии тесно переплетена с историей мировых торговых путей и культурных обменов, которые развивались в 17-18 веках. Чай был впервые завезен в Англию в середине 17 века. Его появление можно приписать Екатерине Браганской, жене португальского короля Карла II. Екатерина была большой поклонницей чая, поскольку выросла в Португалии, где уже существовали чайные традиции. Выйдя замуж за Карла II в 1662 году, она привнесла свою любовь к чаю при английском дворе, сделав его модным напитком среди аристократии. Изначально чай в Англии был предметом роскоши и считался редким и дорогим товаром. Первые образцы импортировались в основном из Китая и высоко ценились за их предполагаемые лечебные и общеукрепляющие свойства. Чаепитие постепенно распространилось от аристократии к формирующимся среднему классу, который стремился подражать модным привычкам высших классов. Создание британской Ост-Индской компании в 1600 году и ее последующая монополия на торговлю с Востоком существенно повлияло на доступность и популярность чая в Англии. Участие компании в торговле специями, текстилем и другими товарами из Азии привело к увеличению импорта чая. К концу 17 века чай стал более доступным для широких слоев населения, хотя и оставался относительно дорогим. В 18 веке потребление чая в Англии стремительно росло. Британская Ост-Индская компания сыграла решающую роль в расширении торговли чаем и снижении его себестоимости. Торговые точки компании в Индии позволили выращивать там чай, который стал более дешевой альтернативой китайскому чаю. Британцы также пристрастились и к индийскому чаю, особенно черному из регионов Оссам и Дарджилин. В какой-то момент чай стал неотъемлемой частью британской культуры и повседневной жизни. Создание чайных домиков и кофеин, известных как копеечные университеты, так называли кафе, где кружка чая или кофе стоила по одному пенни. В 18 веке обеспечило все это людям социальное пространство, где они могли собираться обсуждать текущие дела и наслаждаться чашечкой чая. Чаепетия превратилась в целый ритуал. Люди приходили не только ради самого чая, сколько ради того, чтобы пообщаться в компании других людей. Популярность чая привела к развитию специфических чайных традиций. Среди них известный послеобеденный чай. Послеобеденный чай в том виде, в каком мы его знаем сегодня, берет свое начало в 18 веке. Но тогда эта чайная традиция называлась легкий чай или слабый чай. Это было неформальное чаепитие, проходившее в гостиных, где гости сидели на низких стульях или диванах, наслаждаясь легким ужином, состоящим из чая, бутербродов и пирожных. Другие чайные ритуалы включали в себя так называемые чайные сады. В них люди наслаждались чаепитием на открытом воздухе, гуляли по ухоженным ландшафтам и занимались неторопливыми делами. В чайных садах часто были павильоны, фонтаны, музыка и даже фейерверки, что создавало праздничную атмосферу для чаепитий. Кстати, интересно, что чаепитие в английском языке звучит как tea party, то есть дословно чайная вечеринка. В 18 веке чайная посуда становится важным элементом чайной культуры. Изысканные фарфорные чайники, чашки и блюдца стали пользоваться большим спросом, отражая социальный статус и утонченность хозяина. Изысканный фарфор, часто импортируемый из Китая или изготовленный в Англии, в китайском стиле украшал чайные столы во время официальных собраний. Столовые приборы из серебра, чайные чашки, ложки также использовались для заваривания и подачи чая. В 18 веке налоги на чай, введенные британским правительством, создали напряженность и даже привели к контрабандной деятельности. Как это часто и бывает. Высокие налоги на чай, импортируемые британской уздинской компанией, делали его дорогим и поощряли контрабанду чая из других источников. Например, из Нидерландов. Эта незаконная торговля, особенно вдоль береговых линий, была вызвана стремлением к более дешевому чаю и противодействием налоговой политике правительства. В течение 19 века потребление чая в Англии продолжало расти. Рост британской империи и ее доминирование в мировой торговле способствовали расширению производства и импорта чая. Появление пароходов и усовершенствованных транспортных систем сделало чай более доступным для широких масс. Чай становится неотъемлемой частью повседневной жизни людей из различных социальных слоев. 19 век стал поворотным периодом в английской чайной культуре. Свидетелем продолжающегося роста и трансформации потребления чая, а также появления новых чайных обычаев. Это столетие укрепило традицию послеобеденного чая как важного светского мероприятия. Послеобеденный чай обычно подавался около 16.00 и включал в себя чай на выбор. Сэндвичи с начинкой, булочки со взбитыми сливками и джемом, сконс, а также различные торты и пирожные с выпечкой. 19 век также знаменовался утонченностью и разнообразием чайной посуды. Изысканные фарфорные чайные сервизы и фарфоровые чайные чашки с замысловатыми рисунками становятся очень востребованными. Английские производители керамики Веджвуд и Спотт производили красивые чайные сервизы и чайные аксессуары, которые отражали моду и эстетику того времени. Использование изящных чайных чашек и подходящих к ним блюдец стало символом элегантности и утонченности. 19 век стал свидетелем расширения торговли чаем и улучшения доступности чая в Англии. Глобальный охват Британской империи и создание торговых путей обеспечили стабильные поставки чая из разных регионов, включая Китай, Индию и Цейлон, Шри-Ланка. Это повысило доступность и снизило затраты, сделав чай более доступным для более широкого круга населения, включая, конечно же, рабочий класс. 20 век становится столетием изменений в английской чайной культуре. В то время как традиционные чайные обычаи сохранялись, новые тенденции и сдвиги в обществе повлияли на то, как потреблялся и воспринимался чай. Чай оставался неотъемлемой частью повседневных жизней многих британцев на протяжении всего 20 века. Традиция пить чашку чая по утрам, широко известную как English Breakfast, и во второй половине дня по-прежнему глубоко укоренилась. English Breakfast есть такой чай, кстати. Концепция перерыва на чай, когда люди прерывают свою работу, чтобы выпить чашечку чая, также стала распространенной на рабочих местах. Чайпитие было связано не только с напитком, но и с соблюдением надлежащего этикета. При посещении чаепитий ожидалось, что гости прибудут вовремя и будут одеты соответствующим образом. Хозяин или хозяйка разливали и подавали чай, следя за тем, чтобы чашки гостей никогда не были пустыми. Ожидалось, что гости будут держать чашку за ручку одной рукой, подтягивая чай тихо и не производя шума. Макать печенье в чай считалось дурным тоном. Кто ребят из вас так делает? Английский чайный этикет в целом это набор обычаев и традиций, которые развивались на протяжении многих лет. Хотя сегодня эти правила не соблюдаются жестко, они все равно отражают чувство вежливости, утонченности и уважения к чаепитию. Вот еще несколько моментов, связанных с чайным этикетом, которые будет полезно знать, если вы планируете поход в гости к англичанину. И особенно, если решите пригласить его на чай сами. Чайные принадлежности. Это важно. Правильный чайный сервис предполагает использование соответствующих чайных принадлежностей. Это может быть ситечка для сбора рассыпавшихся чайных листьев, сахарница с щипцами или ложкой для добавления сахара, а также молочник или сливочница для добавления молока. Для размешивания используются чайные ложки. А для размещения чайной ложки и сбора капель во время чаепития предусмотрены блюдца. Никаких, друзья, пластиковых стаканчиков. Пожалуйста, когда вы будете пить чай, следите за тем, чтобы чашку держать за ручку одной рукой и не касаться края чашки. Мизинец вытянут, быть не должен, вопреки распространенному заблуждению. Пейте чай медленно и спокойно, избегая чавканья и не дуйте на горячий чай. При подтягивании чашку и блюдца следует держать вместе и не греметь вот так вот. И не вот так их держать. Вместе. Традиционный английский чай часто включает в себя сопутствующие угощения. Они могут состоять из небольших бутербродов, булочек со взбитыми сливками и джемом, пирожных, тортиков или бисквитов, а не же печенья. Гости могут выбрать и попробовать деликатесы с многоуровневого сервировочного подноса. Принято сначала съедать бутерброды, а затем переходить к булочкам и выпечке. Что логично. Время чаепития считается светским мероприятием. Гостям следует помнить о поддержании приятной и непринужденной беседы, избегая спорных или щекотливых тем. Я бы еще добавил бы избегать телефонов, друзья. Важно отметить различия между послеобеденным чаем и полдничным чаепитием. Кто знает. Послеобеденный чай, который обычно подается ближе к вечеру, является более элегантным ритуалом, состоящим из легких закусок, таких как сэндвичи с начинкой, булочки и выпечка. Полдник же предполагает более сытный ритуал, где чай сочетается с мясом, сырами и острыми приправами. Полдник традиционно подается ранним вечером, ближе к ужину. Рост индустриализации и технологических достижений в 20 веке привел к изменениям потребления чая. Расфасованный чай в пакетиках, появившийся в начале 1900-х годов, завоевал популярность благодаря своему удобству. Чайные пакетики облегчали и ускоряли приготовление чая. И со временем они стали самым распространенным способом заваривания чая в домашних условиях. Этот переход от рассыпного чая к чаю в пакетиках был обусловлен практичностью и экономией времени. В то время как некоторые англичане продолжали следовать традиционному ритуалу после обеденного чая. Особенно в более официальной или высококлассной обстановке. В повседневной же обстановке церемонии уходят на второстепенный план. И приоритет отдается быстрому и простому завариванию чая без излишеств. Тем не менее, неформальные чаепития с друзьями или с семьей, дома или на работе только набирают свою актуальность. На таких встречах никто уже не уделяет внимания формальной чайной церемонии. А чай подается с пирожными или печеньем, купленными в ближлежащем магазине. Чай Чай остается символом гостеприимства и способом общения с другими людьми. Приглашать друзей или семью на чашечку чая и поболтать дома по-прежнему является актуальной традицией. Чай в 20 веке становится обязательным атрибутом на любых праздничных мероприятиях. Свадьбы, дни рождения и другие торжественные события, где гостям предлагают чай наряду с другими напитками. Черный чай с молоком остается самым популярным выбором для многих. Но также в 20 веке возрастает спрос, доступность и различных других сортов чая. Зеленый чай, травяные чаи и специальные смеси приобретают популярность под влиянием мировых тенденций и растущего интереса к здоровью. Чайные комнаты и сети чайных, например, Lions Tea Houses и Betty's Cafe Tea Rooms, по-прежнему остаются популярными местами встреч для общения и наслаждения чаем вне дома. Эти заведения сочетали в себе традиции и современность, создавая комфортные условия для любителей чая. Традиция и любовь к чаю сохранились в Англии и по сей день. Несмотря на жесточайшую конкуренцию с другими напитками и, конечно, кофе, чай по-прежнему остается символом британской культуры. Что, кстати, вы больше любите? Чай или кофе? Что мы пьем? Капучино или черный чай с молоком или с лимончиком? Британские привычки чаепития, будь то чашечка черного чая с молоком, успокаивающий травяной настой или участие в послеобеденном чаепитии, продолжают отражать наследие британской империи. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.